Подонка, не милиция, не ГАИ, а таксисты. И самое страшное, что я всю ночь просидел в наркологическом диспансере и не получил дятного ответа от прокурора. Так что же происходит? Почему он едет в городе со скоростью 120 километров? Почему он прячется с местопроисшествия? Почему у него пропадает регистрадорам досмотра местопроисшествия, нет данных о том, что у него было огнестрельное оружие? Почему таксисты его ловят, а не ГАИшники? Почему мы приехали в наркологический диспансер и можно сказать, только после того, как перекрыли движение возле наркологического диспансера, приехал прокурор области, прокурор города Редин и привоз двух пьяных прокуроров, которые, находясь в нетрезвом состоянии, осуществляли неотложенные следственные действия. Вот какая милиция у нас, вот какая прокуратура. Мы неоднократно обращались с заявлениями в областную прокуратуру о неправомерных действиях Луганского гороскополкома о том, что они незаконно деребают землю. И все вы знаете факты по победоносной, по парку, где деревья вырезали на Гатухина. Все вы знаете информацию о том, что на победоносной бывший милиционер сбил девушку. Сегодня сын Кравченко, судья Ленинского района, находится на воле. Под залог 80 тысяч. Что происходит, господин прокурор Мельник? Неужели жизнь наших детей стоит всего-навсего 80 тысяч гривен? Судьями прокуроров можно убивать наших детей? Так вот, находясь в археологическом диспансере, я понял одно, что правды в нашей прокуратуре невозможно найти. Они не смогли ответить ни на конкретный вопрос. Почему он на месте задержания не прошел на тестовое обследование? Почему они обещали нам включить комиссию двух человек от общественности и средств массовой информации? Они позволили этого сделать. И только после того, когда мы заблокировали улицу, Редин принял решение, чтобы общественность присутствовала при осмотре этого преступника. Но самое страшное, что сегодня прошла информация о том, что Ленинский суд принял решение под залог Конова отпустить. Мне говорят, милиция, он еще находится под стражей. Да, он пока под стражей. Но кто дал суду за такое резонансное убийство отпускать сотрудника прокуратуры на волю? Это что? Простой человек, когда попадают в такие ситуации, прокуратура всю ночь отстаивает его интересы? Или она будет работать, они работают против таксистов. Ребята там, которые задерживали, говорят, поворот не включил, все, на тестер, страх, взятка и так далее. Поэтому все факты, о которых я говорю, мы изложили требования в этом. Мы написали о том, что в области работают копанки, о том, что крышуются особо резонансные преступления. Мы писали заявление в отношении совершения преступления Ефремова по Луганску Глюк, в отношении депутата Медианика, который нарушил законодательство в ходе выборов. Все это есть в письменном виде, но они даже не входят в реестр, они их не регистрируют. Они приняли новое КПК, говорили, что все, мы живем в новом государстве, теперь будем жить по-новому. А фактически, они берут эти наши заявления, в некоторых случаях фиксируют, проводят как фактовые, не в отношении лица, и проверяют их вечно, понимаете? А вот что касается прокуроров, они оперативно их отмазывают в своих судах и своих прокуратурах. Поэтому сегодня на фоне того, что происходит в нашем государстве, что происходит в Киеве, на Майданах, мы пришли исказать яростный свой протест этой мафиозной прокуратуре, этим мажорам, этим родственным связям, которые пронизаны на наш голод, судьи, прокуроры, их дети, милиционеры все завязаны в судебно-милицейский клаван, родственные, я подчеркиваю. Поэтому сегодня, уважаемые луганчане, я предлагаю вот это требование, в котором я четко излагаю ситуацию по убийце Кононову. И вот я читаю вот эти вот наши сегодняшние призывы. Выродка судей Кравченко за решетку. Прокурор прикрывает убийцу мажора. Мафия любит тишину. Луганский суд за продаж воли прокурора в убийце Кононова в Витсталху. Прокурора Луганской области Мельникова в Витсталху. Вот что хотят люди сегодня. Не разговоров о том, что они прокуратура. Они живут хорошо, мы знаем, на каких машинах они ездят, в каких они домах живут. Если они думают, что простой народ луганчане этого не видят, там Мельник, они глубоко ошибаются. Потому в соответствии с Конститутом Украины требуем отставки прокурора Луганской области Мельника, а также увольнение из вороного прокуратуры следователя, проводившего расследование преступления в отношении сотрудника Луганской прокуратуры Кононова. В случае невыполнения требований комитета противодействия диктатуры в Луганской области, приступают к бесслочному блокированию административное здание Луганской прокуратуры. Аньба! 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 А Поэтому наберите сил, выйдите к людям, объясните ситуацию и сегодня же подайте рапорт об увольнении, подайте рапорт об отставке. Мы требуем, мы не позволим больше беспредела в Луганской области, мы не позволим беспредела в Украине и в прокуратуре Луганской области. Мы требуем Мельника! Мельник! 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 Не прётаться! Зарушите ваших туристоверов, но это вас не спасёт. Об этом сегодня наши поброди вы сказали в Киеве. Мы не потерпим вывозную власть. Если вы и дальше будете прятаться от народа, мы сметём эту власть. И вам не поможет ни милиция, ни Берку, потому что людей уже достала эта ситуация.